В преддверии новогодних праздников компания Audi подготовила россиянам горячий подарок. Ингольштадцы выкатили сразу три новинки, в их числе заряженные RS7 Sportback, RS Q8 и RS6 Avant. Мировая премьера всех трех RS состоялась еще в прошлом году. Сначала публике представили универсал RS6 Avant, пару месяцев спустя – лифтбэк RS7 Sportback, а в ноябре и кроссовер RS Q8. До сих пор горячее трио предлагалось во многих странах, но не у нас. И вот, наконец, заказы начали принимать и российские дилеры. Все три автомобиля оснащены одинаковой четырехлитровой V-образной восьмеркой с двойным надувом и 48-вольтовым стартер-генератором. Что же до трансмиссии, то пару двигателю составляет восьмиступенчатый автомат Tiptronic. Привод постоянный полный, распределяющий тягу в пропорции 40 на 60 в пользу задней оси. Разница лишь в том, что RS6 Avant и RS7 Sportback разгоняются до первой сотни за 3,6 секунды, а более тяжелому RS Q8 требуется на 0,2 секунды больше. Скорость у всех ограничена электроникой на отметке в 250 км в час. Впрочем, лимит можно и увеличить, доплатив за один из двух динамических пакетов. В первом случае отсечка сдвинется на 280 км в час, во втором — на 305. Уже в базовом исполнении RS-ки комплектуются активным задним дифференциалом, полноуправляемым шасси, пневматической подвеской и адаптивными амортизаторами со спортивными настройками. Не обошлось, разумеется, и без особого дизайна экстерьера и интерьера. Так, например, автомобилям достались безрамочная затемненная решетка радиатора, увеличенные воздухозаборники, спойлеры и выхлопная система RS-серии. Все желающие уже могут забронировать понравившиеся автомобили на официальном сайте марки. Что же, до полных прайс-листов и конкретных дат начала продаж трех ярких новинок, то они станут известны чуточку позже. В следующем году компания Audi также планирует привезти в Россию купеобразную версию электрического кроссовера e-tron, модификацию с приставкой Sportback в названии. Напомним, что обычный e-tron, вооруженный 408-сильной установкой, продается у нас с этого года. Стартовая цена зеленой модели составляет без малого 6 миллионов рублей. Продолжение следует...